Не для всех детей лето, пора отдыха и бесконечных игр на улице. Галли Ивановой всего 15, а она уже знает, что такое труд и собственные деньги. На стадионе «Чайка» девочка помогает с уборкой в здании и на поле. За две недели работы Галя получит около 6 тысяч рублей. Говорит, на карманные расходы в самый раз. У меня нет какой-то конкретной цели, на которую я коплю. Мне просто хочется иметь какую-то сумму, чтобы быть независимой. На базе стадиона «Чайка» трудятся четыре подростка. Их рабочий день начинается в 9 утра и заканчивается в обед. Территория у нас большая, более 4 гектаров. И работы в летний период, а именно летом, ребята трудоустраиваются. Работает у нас очень много. Это и уборка, потому что у нас каждый день идут матчи футбольные. И, к сожалению, не все болельщики уносят за собой мусор или выбрасывают мусорки. Поэтому приходится в том числе и за ним убирать. С начала года в Самарской области трудоустроили свыше 7 тысяч подростков. Ребята работают по различным профессиям. От помощника библиотекаря и курьера до рабочих по преображению дворов, парков и скверов. Что летом на одном месте сидеть? Лучше сходить куда-нибудь поработать. Хоть и в другой поселок тоже неплохо. То есть увидеть больше, чем свою комнату и свою улицу. На 2019-й запланировано устроить на работу около 11 тысяч человек. Это на треть больше, чем в 2018-м. В этом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова увеличено финансирование этого направления. Трудиться подростки смогут в крупнейших предприятиях региона, таких как АвтоВАЗ и РКЦ «Прогресс». А для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться в органы по делам молодежи администрации своего района или в Центр занятости населения по месту регистрации. Мэри Елчан, Максим Гусев, События.